Продолжение следует... По данным аналитиков, семья из трех человек потратила в прошлом году не менее 13 тысяч рублей на лекарства. И при этом до 50% опрошенных приобрели медикаменты в аптеке, которая находится рядом с домом или с работой. 30% покупали препараты в любимой аптеке, ну а 20% выбирали из нескольких и покупали в той, где дешевле. Ну вот о лекарствах и об аптеках мы и поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, представляю наших гостей. У нас сегодня в студии Марина Голубева, консультант управления фармацией и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области. Надежда Вейднер, консультант управления фармацией и лекарственного обеспечения также Минздрава Самарской области. И у нас в гостях Анна Дубасова, главный врач Самарской городской больницы номер 7. Добрый день. Каким образом строится система льготного обеспечения, кому полагаются льготные лекарства? Значит, у нас в Самарской области 12% населения имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Это льготополучатели, их право определено нормативно-правовыми актами, законами. Они делятся на два уровня. Это льготники территориальные и льготники федеральные. Закон у нас разделяет данные категории льгот. Самое распространенное, конечно, у федеральных льготников – это инвалиды. В основном инвалиды второй группы. Это та категория населения, которая потребляет основную массу лекарственных препаратов. И, соответственно, на них тратится больше всего денежных средств. Всего на федеральном уровне 9 категорий населения. То есть это инвалиды первой группы, второй группы, третьей группы, дети-инвалиды, блокадники Ленинграда, ну и другие категории. Я назвала основные категории, на которые в основном тратятся денежные средства. За счет регионального бюджета у нас 33 категории населения имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Самые распространенные, то есть это лица, которые не обладают инвалидностью, у них нет инвалидности. То есть, по сути, это трудоспособные граждане, но в силу заболевания им государство оказывает социальную поддержку. Заболевания это такие, как сахарный диабет, бронхиальная астма, глаукомык, таракта. Также такие категории, как дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет. Также это труженики тыла, правительство Самарской области им оказывает 50% поддержку от стоимости лекарств. И реабилитированные жертвы политических репрессий. Вот такие категории льгот. Это не все, это основная масса, которую я называла. Конечно, самая затратная категория это больные с сахарным диабетом, онкологические больные, бронхиальная астма, да. Это дорогостоящие препараты. А вот вы назвали цифру 12% населения. Это вообще как-то хотелось бы сравнительно, это много. У нас печальная ситуация в Самарской области? Ну, я бы не сказала, что она печальная, но хотелось бы, чтобы все-таки заболеваемость в основном у нас получается, что порядка 300 тысяч это региональные льготополучатели. И от 70 до 80, потому что прирост в течение года бывает, это те льготники, которые сохраняют свое право на получение набора социальных услуг. Это федеральные льготники. Чтобы было понятно, региональные и федеральные льготники различаются тем, откуда поступают средства на приобретение льготных лекарств. Вот насколько мне известно, субъект еще несет ответственность за обеспечение лекарственными препаратами больных редкими заболеваниями. В медицине их, кажется, себе, кстати говоря, записала арфанными, да? Много ли у нас в Самарской области вот таких больных с очень редким заболеванием? Да, действительно. Такое понятие, как арфанные заболевания, появилось сравнительно недавно. Это граждане, которые страдают редкими заболеваниями, частота их 10 на 100 тысяч населения, да. Перечень этих заболеваний определен правительством Российской Федерации. Всего в него входит 24 заболевания. У нас в области проживает 308 таких пациентов. Прошлый год заканчивался для страны очень тяжело. Снижался бесконечно курс рубля, повышались цены. И естественно, что люди начали волноваться, как мы будем жить в этом году, как мы будем лечиться. Анна Анатольевна, наверное, я все-таки вас бы хотела спросить, почувствовали ли вы какую-то панику и волнение на примере собственной больницы по льготникам? Ну, волнения, конечно, были. Они были выражены в том, что на встречах, которые мы проводим с жителями района, эти вопросы задавались, будут ли изменения в обеспечении льготными лекарствами и медикаментами. Была большая разъяснительная работа проведена, что государство не отказывается от обеспечения льготных категорий населения мерами социальной поддержки, в том числе и льготным лекарственным обеспечением. Более того, в практике Самарской области мы обычно в декабре выдаем запас лекарственных средств не на один месяц, на январь, а до трех месяцев, для того, чтобы в начале года не было вот этой неразберихи, кому куда бежать покупать лекарства, не покупать, будут поставки, не будут. Поэтому население обеспечено льготными лекарственными средствами еще в декабре месяце, на первые 2-3 месяца. Поэтому у нас какой-то паники мы не видим. Хотя вопросы, конечно, есть. Есть вопросы и о том, какие препараты будут закупаться, учитывая то, что цены на импортные препараты растут. Много разъяснительной работы идет о том, что препараты сейчас закупаются не по торговому наименованию, а закупаются они по непатентовному наименованию. Это тоже возникает очень много непонимания со стороны пациентов, и приходится с каждым отдельно объяснять, что на самом деле это одно и то же действующее вещество, просто выпустил его другой завод. И поэтому, когда доктор меняет один препарат на другой, по сути он меняет коробку, в котором человек этот препарат получает, то есть упаковку. Вот эта вся работа, конечно, активно ведется и врачами на участках, и руководителями всех уровней, на встречах с жителями, и в санбюлетнях. То есть самым разным образом вот эту разъяснительную работу мы сейчас ведем. Думаю, что еще будем, ну, несколько месяцев, пока все успокоятся, что у них ничто не изменилось, да, то есть вот пока не, вот, осознание того, что государство продолжает заботиться о людях, вот, несмотря на сложную ситуацию экономическую, политическую в стране. Вот я думаю, что ближайшие вот несколько месяцев люди поймут, что ничего не поменялось, они получают свои препараты, они получают их так же, как всегда. А вот по поводу заботы государства, да, Марина Сергеевна, в том ли же объеме, да, все будет в этом году по крайней. Я хочу особо отметить, что, вот, говорить о том, что, какие опасения у населения могут быть, да, значит, я хочу сказать, что работа льготного лекарственного, по льготному лекарственному, это плановая работа, нужно это понимать. И она ведется не первый год, у нас уже более 13 лет эта схема отработана, и врачи понимают, что они должны будут на своих пациентов сделать заявку. Это плановая работа, заявка составляется у нас в сентябре, то есть у нас основная работа по состоянию заявки и для того, чтобы разместить государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения, она у нас как раз была проведена до вот этой ситуации с ростом курса доллара. У нас на сегодняшний день основная масса государственных контрактов размещена по тем ценам, которые были в сентябре, и поставки у нас осуществляются, вот на сегодняшний день у нас каких-либо сбоев, недопоставок у нас нет. Мы оцениваем сейчас нашу ситуацию как стабильную. Вот, к сожалению, у нас очень часто происходит подмена понятий. У нас некоторые склонны считать о том, что государство взяло на себя обязательство по полному обеспечению льготника, всеми лекарственным средствам, по всем медицинским ситуациям, которые у них возникают. Это не так. Особенно то, что касается льготников по заболеванию, а не по инвалидности. То есть в первую очередь выходят на первый план те препараты, которые обеспечивают жизнедеятельность этого человека, чтобы он был жив. Ну, инсулины, предположим, весь ряд инсулинов для диабетников или препараты для астматиков, да, то есть те, которые помогают человеку справляться с таким серьезным дугом, как бронхиальная астма. Но это не означает, что абсолютно все препараты, которые вообще можно придумать, государство должно закупить. Это не так. Вот тут есть заблуждение у наших пациентов, тоже приходится это разъяснять. Не всегда это разъяснение воспринимается вот так мягкой глазки, да, влагосклонно. Как это так? Я же льготник, вы мне должны все. Нет, не должны. Мы должны обеспечить вас теми препаратами, которые вам по заболеванию необходимы. Вот это должны, все остальное нет. По поводу разъяснений, как часто меняется правило получения льготных лекарств? Сложно ли это? Время от времени в печати видим статьи на тему, как это сложно, как много нужно обижать кабинетов, собрать подписи, выстоять очередей, и только тогда придешь в аптеку, а лекарства-то и нет. Мы уже только что сказали, что лекарства есть, но вот сам процесс получения, это действительно сложно? Мне кажется, что тут немножко есть такое передергивание, немножко путаница, предположим, между льготными лекарственными средствами и, предположим, наркотическими препаратами. Вот там, где наркотические препараты, там, конечно, процедура сложнее. А там, где касается льготных лекарственных средств, там человеку нужно прийти к своему участковому врачу на прием. Врач осматривает пациент, дает назначение, дает рецепт. Единственное, у нас бывает, что, предположим, вот в данный, сегодняшний день, ну, нет препарата, да, и тогда с этим рецептом придется прийти еще раз в тот день, когда его завезут, потому что поставки имеют определенную периодичность, ну, логистика выстроенная, да, то есть для этого не надо бегать по всем аптекам города. Этот препарат чаще всего пациент получает в том же лечебном учреждении, в аптеке лечебного учреждения, к которому он прикреплен. А есть где-то в открытом доступе список, куда и какие лекарства закуплены? Нет, такого в открытом доступе, конечно, нет. Здесь нужно понимать, что в каждом лечебном учреждении, каждое лечебное учреждение делает самостоятельно заявку. Она строго индивидуальна и подходит только для тех льготников, которые обслуживаются в конкретном учреждении. И нет смысла иметь такой общий доступ. Если препарат, вот как Анна Анатольевна сказала, возможно такая ситуация, то есть это предусмотрено законом, когда может пациент прийти в аптеку, но лекарства нет. Нет, 10 рабочих дней, это предусмотрено приказом в течение этого времени. У нас в Самарской области в течение 2-3 дней, если лекарство есть на складе, оно доставляется в аптеку. Работник аптеки звонит в таком случае пациенту, он должен его оповестить. У них есть специальный журнал, он ведется и в бумажном виде, и в электронном виде. Он постоянно контролируется, этот журнал, работник аптеки обязан сообщить пациенту о наличии препарата. Либо пациент может сам позвонить в ту аптеку, где зарегистрирован этот рецепт. Практически почти у каждого препарата есть аналоги, так называемые дженерики. Стоит ли всегда этим интересоваться и должен ли вообще, я не знаю, говорить об этом врач, поскольку вопрос цены сегодня очень актуально стоит для любого заболевшего? Безусловно, этот вопрос является актуальным. Законодательством предусмотрено наличие двух понятий. Это оригинальный лекарственный препарат и воспроизведенная версия этого лекарственного препарата. Соответственно, в данном случае действующее вещество будет идентично. И во всех странах мира, в принципе, практикуется достаточно грамотная политика в отношении назначения этих препаратов. Оригинального и воспроизведенного, как вы назвали правильно, дженерического препарата. Соответственно, действующее вещество одинаково по механизму действия, по его воздействию на организм. То есть основной механизм действия совершенно одинаков. Но у оригинального препарата существует первый выход на рынок. Соответственно, это запатентованное вещество. Соответственно, это более высокая стоимость. Но, безусловно, как бы у оригинального препарата и воспроизведенной версии есть вспомогательные вещества, которые могут оказывать воздействие на организм пациента в незначительной степени. Но при этом только врач в согласовании с пациентом может определить возникновение этих эффектов. То есть может возникнуть аллергическая реакция или не возникнет. В данном случае врач обязан проинформировать пациента о наличии двух одинаковых средств. Но у нас пациенты, как правило, негативно относятся к назначению дженериков. Как они иногда их называют, заменители лекарственных препаратов. Очень такое нелогичное название. Тем не менее, это не заменитель препарата, а это его же аналог. Для примера приведу совершенно такую официальную статистику, что в настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано более 30 тысяч торговых наименований. Но всего лишь 2,5 тысячи субстанций существует вообще в принципе в настоящее время. То есть мы можем предполагать, какое количество торговых наименований у нас может быть в ассортименте аптеки. Поэтому в случае, если врач рекомендует в настоящее время по действующему веществу, и пациент приходит в аптеку и пытается выбрать препарат, который он сможет себе приобрести по ценовой политике, безусловно, при наличии каких-то нежелательных эффектов он должен в первую очередь проконсультироваться с доктором. Почему? Потому что в принципе каждый препарат имеет терапевтическую дозу. И мы с вами как потребители лекарственных препаратов не можем самостоятельно регулировать в большую или в меньшую степень прием препарата. Это комплайнс лечения, то есть только врач может определить терапевтическую эффективность. Поэтому вот в данном случае я бы говорила в первую очередь об эффективности двух препаратов, оригинального и воспроизведенного. Оценить ее может субъективно пациент, то есть он может прийти к врачу и объяснить, что вот допустим препарат А у меня вызывал стойкое снижение артериального давления, и в течение дня оно держалось, препарат Б воспроизведенный, у меня снижение давления происходит в более длительный период времени. Или оно снижается не так эффективно, как бы ему хотелось это увидеть, да, получить. То есть в данном случае только врач может отцитровать дозу препарата и привести в соответствие, потому что я вас уверяю, что действующее вещество идентично. Я сейчас хочу попросить нашего режиссера показать нам картинку, нашла в интернете по поводу выбора пациентов. Ну, здесь, может быть, не очень видны цифры, хотя на самом деле видно, это запатентованный препарат и дженерик предлагается посмотреть. И на самом деле, вот какая колоссальная разница, это в разы отличается стоимость. Ну, наверное, вы не будете со мной спорить, что фармацевтический бизнес – это бизнес. Конечно. Это прибыльный бизнес. И, например, если есть список жизнеобходимых препаратов, за ценами на которые следит внимательно государство, проверяющие структуры, то на те препараты, которые не входят в этот список, ну, повышаются цены иногда бесконтрольно и вот сейчас на самом деле очень сильно. Поймите только одно, что лекарственные препараты регистрируются ежедневно практически. И с рынка, вы сейчас сказали правильно, что это фармацевтический бизнес, производитель вправе выводить те же оригинальные препараты, так как уже зарегистрировано более 20 или 40 дженериков, потому что это коммерческая их деятельность. Поэтому пациент просто обречен на то, что оригинального препарата не будет в наличии, но лечение необходимо продолжать, так как это хроническое заболевание. Поэтому в данном случае совместно с доктором… Но в ряде случаев получается это благо, то есть пациент платит меньше за лекарства и получает практически тот же самый эффект. Этот закон не так давно принят, и мы сейчас находимся в таком немножко переходном периоде привыкания к тому, как же теперь пациенту назначить препарат. И тут есть еще одна особенность, да, то есть мало того, что врач должен написать непатентованное номинование, с которым пациент должен прийти в аптеку, и тут у нас возникает еще один человек, да, это провизор, который стоит с той стороны прилавка. Вот приходит пациент и говорит, мне назначили ацетилсалициловую кислоту. Сколько видов аспиринов у нас на прилавке? Ну, вот честно, ну минимум 10-12 в каждой аптеке, самых разных. На 90%, простите, предложат самый дорогой. Конечно. Но это, к сожалению, так. То есть вот тут сейчас ситуация срабатывает того, что вот взаимодействие между коммерческой аптекой и врачом, который назначил пациентом на номинование, оно пока такое немножко в противодействии. Поэтому врач вынужден, да, то есть врач назначает, говорит, вот я вам выписываю ацетилсалициловую кислоту, и вам не обязательно при этом покупать аспирин у пса, вы можете купить аспирин самый обычный, и не переплачивать за него в три дорога. Ну, я специально взяла такой простой пример, да, мы вот таких можем очень много привести примеров по препаратам. Ну, это та же НОШПА, привычная, которую все, вот мы ее с рождения все знаем, вот эту пачечку, да, с красной полосочкой, что на ней написано НОШПА. А этот же препарат под выпуском, под названием торговым дратавирин, да, мы как бы вот, мы не знаем о том, что это одно и то же. И вот здесь, почему нужны такие встречи, как наш с вами сегодня? Вот мы сегодня говорим, нас услышит пациент, в следующий раз, прежде чем брать в аптеке препарат, покупать какой-то препарат, да, он, может быть, спросит у аптекаря, скажите, а это единственный препарат вот этого действия у вещества? Или, может быть, есть еще какие-то, да, и не даст вот это вот? Вот я хотела, чтобы зрители услышали именно это, да. Марина Сергеевна, вот еще к вопросу о замене лекарств. Есть сейчас такое направление в стране во всех сферах на импортозабещение. Я думаю, что это, наверное, коснется и лекарств тоже во многом. Есть лекарства, к которым мы привыкли все за долгие годы, вот это как НОШПА там и так далее, и названия которых прямо вот уже нарицательными, настольными такими являются. Вообще есть тенденция к тому, что импортные привычные нам препараты просто исчезнут из аптек? Ну, я не могу сейчас так ответить, что они все исчезнут, потому что здесь участвуют в том числе и производители этих лекарственных препаратов. Но то, что у нас население стало более грамотным, люди считают свои денежные средства, и стала развиваться отечественная фармацевтическая промышленность, да, конечно, вот вы показали слайды, да, когда у нас он распространяется уже и по интернету. Это несложно найти. Да, 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 импортный препарат и отечественный заменитель. Да, конечно. Какие там, ведь у нас как, лекарственные препараты появляются, их регистрируют сами производители. Если они хотят участвовать, продавать лекарственные препараты в нашей стране, они регистрируют препарат. Если они не хотят, они... У каждого препарата есть срок перерегистрации. Если они не хотят, они не продляют регистрацию препарата. Ну, то есть сегодня вот вы не можете сказать, что скоро импортные лекарства исчезнут с прилавка. Тек. Да, они не исчезнут. Мы не будем так говорить, потому что... Дело в том, что есть... Опять же, к вопросу об информировании. Некоторые препараты, которые, а не только импортного производства, есть такие лекарственные препараты. Поэтому давайте мы будем смотреть более оптимистично. Ну, собственно, для этого мы и обсуждаем все сейчас. Да, курс доллара у нас растет, но сейчас вот в эти дни уже более он стабилен стал уже и падает. Поэтому будем надеяться, что все будет у нас ровно. В части льготного лекарственного обеспечения, еще раз повторяюсь, у нас в настоящее время все необходимые лекарственные препараты есть, все аукционы у нас разыграны, состоялись. И мне бы очень хотелось, чтобы мы еще успели поговорить о таком важном вопросе, как самолечение и назначение самому себе лекарств. Беда. Это часто бывает. Пациент либо приходит в аптеку и сам говорит, мне нужно вот это, то, что он себе сам назначил, либо он может сказать, мне дайте что-нибудь от давления. И, соответственно, покупает опять-таки не то, что назначил ему врач. Это действительно беда? Это действительно проблема, и проблема сложилась уже десятилетиями, годами. Наверное, это ментальность наших пациентов, потому что проще приобрести препарат самостоятельно в аптеке, проще уточнить в интернете, какие схемы лечения существуют. Не ходить в поликлинику, не сидеть там нигде в очереди. Но, тем не менее, я хочу акцентировать внимание, что не всегда самолечение является правильным выбором терапии. Почему? Потому что, в первую очередь, сам пациент не может диагностировать себе то заболевание, которое, возможно, перейдет в какую-то вялотекущую форму. Во-вторых, самолечение, если, допустим, уточнить у коллег по работе, кто лечился от гриппа, каким противовирусным препаратом, или какой антибактериальный препарат использовали при лечении ребенка, это серьезная ошибка. С чем это может быть связано? Ни для кого не секрет, что у нас имеются некоторые сложности с приобретением антибактериальных препаратов. Мы их приобретаем без рецепта. Хотя в инструкции к применению все антибиотики написаны по назначению врача, по рецепту. С чем это связано? Иногда у пациентов остается препарат от предыдущего лечения. В дальнейшем любой микроорганизм, который вызывает заболевание, такое тяжелое, как пневмония или бронхит, оно видоизменяется, если неправильно использовать, подбирать антибиотик самостоятельно. То есть организмы вырабатывают устойчивость к терапии. Если сократить сроки лечения, потому что в течение пяти дней пациенту стало легче, и он уже готов идти на работу, бежать, то есть без контроля врача. Поэтому в дальнейшем это приводит к тому, что пациент получает вялотекущее заболевание, рецидивы заболевания. У пациентов детского возраста это приводит к аллергическим реакциям, потому что не всегда правильно, в кавычках, подобранная терапия имеет свой эффект. Поэтому в данном случае, как бы вот я как врач, призываю всегда пациента обратиться к доктору, в первую очередь за диагностикой заболевания, и второе это назначением и контроля за схемой лечения. Безусловно, в данном случае изменить эту ситуацию вот в одночасье это практически невозможно, но тем не менее нужно к этому стремиться, потому что резистентные формы заболевания, те, которые протекают более тяжело и требуют еще дополнительных усилий, в том числе и финансовых, со стороны пациента и его родственников, они не всегда бывают приятными. Ну и о действии побочных, которые возникают у лекарственных препаратов, побочных эффектов, говорить не приходится. Это и дисбиоциноз кишечника при бесконтрольном приеме препаратов, это аллергические тяжелые реакции, которые зачастую возникают на фоне банальных жароснижающих, жаропонижающих препаратов. Поэтому пугать, конечно, пациентов это неправильно, но хотелось бы призвать к тому, что нужно обращаться за квалифицированной помощью к участковому доктору в первую очередь. Когда мы приходим в аптеку, некоторые люди воспринимают сотрудника аптеки как врача. Вот по поводу того, что дайте мне что-нибудь от давления. Ну, давайте начнем с того, что любой работник аптеки имеет медицинское образование. Он, конечно, его имеет фармацевтическое медицинское образование. И он достаточно неплохо, но мы надеемся, что они грамотные все у нас специалисты, знает и действия препаратов, и их фармакодинамику. И это и вызывает вот то заблуждение, что он может назначать сам терапию. То есть я пришла в аптеку и говорю, что дайте мне вот от давления, у меня давление, дайте мне препарат от давления. Вот это наша ментальность такая. Ни в одной стране мира вам аптекарь препарат от давления не продаст. Без рецепта. Если у вас нет рецепта врача, не продаст антибиотики, это невозможно. Вот просто простой пример, я думаю, что многие с этим сталкивались, когда едут с детками на море, в какую-то зарубежную страну, и вот у ребенка там заболели уши. Попробуйте купить хоть одни антибактериальные капли в уши за границей, пока вы не принесете рецепт от врача, которому вы... Мы при этом объясняем, я доктор, я знаю точно, что надо. Нет, к доктору. Несите, а доктор, рецепт. У нас вот эта культура, к сожалению, она не привита еще. И это то, что сейчас выходит на первый план. Пока мы не научим наших провизоров, что они не врачи, и они не должны назначать лечение, вот это пока будет происходить. И самый большой источник зла на сегодняшний день – это интернет. Конечно. Потому что вот я как врач, когда читаю предлагаемые методики лечения тех или иных заболеваний, мне порой страшно становится. Читаешь и удивляешься. Кто же придумал такую замечательную схему лечения? А ведь кто-то по ней потом идет и лечится. А потом мы впоследствии будем разгребать все осложнения, которые вот от такого лечения возникнут. Хорошо, если все окончится хорошо. А чаще всего это закончится хроническими процессами, вяло текущими, длительными, когда нам придется годами потом восстанавливать пациентов после вот такого лечения. Ну, спасибо большое за вот эту просветительскую нашу такую сегодня беседу, да. Я надеюсь, что какие-то выводы все равно будут сделаны. И хочу подвести итог. По данным Лиги защитников пациентов, 16% госпитализации в стране связаны с некорректным приемом лекарств. И 40 миллионов госпитализаций, 6 миллионов связаны с осложнениями после самовольной лекарственной терапии, за которой не наблюдал врач. Ну, вывод очевиден. Нам надо отучаться самим себе прописывать лекарства, поскольку результаты могут быть плачевными. Спасибо большое за разговор. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.